В Приднестровье стартовал турнир «Кожаный мяч». Первые игры среди мальчиков 10-11 лет сыграли в Бендерах. Что характерно, в финал вышли ученики 16-й школы. Именно рядом с ней недавно построили новое футбольное поле. Только в Бендерах в турнире примут участие 70 команд и более третий из них – команды девочек. Скоро игры начнутся в других городах и районах Приднестровья. Всего в «Кожаном мяче» участвуют несколько тысяч человек. Школьные тренеры говорят, футбол – самый народный вид спорта, а они всего лишь возрождают старые традиции. В этом участвуют и государства. В стране строят новые поля, а пять лет назад президент предложил снова проводить «Кожаный мяч». Прямо сейчас в Приднестровье растет новое футбольное поколение. Как это происходит, увидела Алина Ганган. Я нахожусь в Бендерах на открытии турнира «Кожаный мяч». Здесь, на стадионе «Шелковик». Мальчишки играют в настоящий футбол с настоящими эмоциями. Четвероклашки и пятиклашки борются за место в республиканском туре. Мы вот эту школу выиграем по-любому. Я вам слово пацана даю. Мы их вынесем легко. Какой секрет в вашей команде, чтобы победить? Играем в команде общие. Пасуемся постоянно. Играем в атаках. Смотрим, если что. Если открыт ворота, бьем наперед. Ходим, пасуемся, мотаемся. Стараемся дружно работать. Так, половину слов я не поняла, но вам удачи. Давай, красавчик. Эти ребята с мячом на футбольном поле – на «ты». Все лето рубили с пацанами во дворе футбол. Кто-то даже на тренировки ходил. И в начале учебного года пару недель в школе позанимался. Теперь игры на настоящем городском стадионе. У детей это эмоции. Когда они забивают голы, для них это, конечно, счастье. Это для них эйфория. А если их команда пробивается дальше, финал и полуфинал, а если выигрывают, то для них это, конечно, неизгладимые впечатления. Оставляются, наверное, на целый год. И поэтому им хочется заниматься футболом. Чего дышка такая? Бегал много. Устал? Еще пойдешь на поле? Да. На турнире болельщиков мало. И почти все на поле. Кому пасы давать, запасные кричат. Чтобы гол забить, сестру надо на удачу обнять. Эмоциональный дух поднять. Здесь мама в помощь. Бей! Брат, бей! Возьми его! А! Что ты делаешь? Вы тренер, учитель? Я вообще учитель физкультуры бывший. Ну, не бывших учителей физкультуры не бывает. Ага, я думаю, откуда такие познания в футболе? Почему сегодня здесь? Сегодня здесь, потому что играет мой самый любимый лучший сын и обалденная лучшая гимназия номер два. И мы болеем нашим родительским составом за самую крутую команду этого города. Футбол эмоций. Вы же видите, тут все эмоционируют. Футбол – это скорость, футбол – это меткость, футбол – это кайф. В конце концов. Кайфируют юные футболисты даже в перерывах между матчами. Продумывают план действий на следующую игру за булками и бутербродами. Пока мы отдыхаем, надо чуть-чуть размяться, чуть попасоваться, чтобы уже была такая… Тактика. Тактику придумать, что-то такое, чтобы была хорошая командная игра. Как думаете, шансы есть на победу? Конечно, должны быть. Может, надо было булку съесть? Нет, он на поле все равно. Ну, я вначале ее съела, потом уже пошел тренироваться. Всякие фишки там отработать и так далее. Ага, но все равно это нужно. После булки не тяжело? Нет. Нормально? Все равно же нужно взять какую-то энергию. В турнире «Кожаный мяч» еще советском участвовал Сашка Веревка. Так называли Александра Веревкина в детстве. Когда-то он также гонял мяч во дворе с пацанами, потом попал в любительскую футбольную лигу, а потом играл за телегу. Сегодня Александр Веревкин на детских футбольных матчах судья. Футбол – это самая-самая простая игра. Поставил два камня – это уже ворота. Есть пустырь – вышли, уже играем в футбол. На улице, даже на улице мы поставили ворота, или два дерева – уже ворота. Очень просто, очень доступная игра – народная игра. Вот вы сегодня походили по полю. Есть будущие футболисты? Однозначно, однозначно есть. В каждой команде по одному, по два, а то и больше есть. И видно, ребята, которые занимаются, сильно отличаются от тех, которые не занимаются. В Приднестровье для продвижения футбола работает большой проект «Футбол в школах». На спорткомплексе «Шериф» учителя физкультуры учатся футбольным азам. Сначала теория футбола, затем практика на лучших в стране полях. После курсов физрукам дарят спортивный инвентарь, чтобы в итоге их ребята на поле сильно отличались от тех, кто не занимается. Хочется пожелать нашим тренерам, наверное, скажем по-простому, чтобы воспитанники выстрелили, проявили себя, испытывали тренера гордость за вас. Это мы попали на встречу выпускников Академии футбола «Шериф». Бывшие ученики пришли поздравить тренеров с Днем учителя. А заодно рассказать нам секрет успеха. Он прост. Несколько раз в неделю тренировки, строгая дисциплина и никаких поблажек. Так в Академии начинал Вадим Паирель. Сейчас футболист играет за основную команду. Хочу сказать спасибо за то, что сделали из меня человека в первую очередь. Научили дисциплине и потом уже футболистом. Евгений Иванов – основатель целой футбольной династии. Сам он был вратарем основной команды «Шериф». Сын Владислав был воспитанником Академии и тоже играл в команде полузащитником. Внук Никитка футбольные азы познает сейчас, как и тысячи школьников в Приднестровье. Дополнительные по футболу такие занятия уже несколько лет существуют в школах. На уроках физкультуры тоже упор на футбольные элементы. И это выбор самих школьников. Играть в самую популярную игру в мире хотят все. Сейчас уже конец урока. И сейчас детей просто не выгонят с футбольного поля. Они будут играть, играть. Они говорят, давайте следующую игру, давайте следующую. Я говорю, нет на уроке, а мы хотим играть. А следующая геометрия. И история. Они говорят, давайте футбол. На футбольном поле 16-й школы девятиклассники. Половина класса играет в сборной команде школы. И это я о девочках. Полюбить футбол стало проще простого. Главное запомнить, с какой стороны ворота соперника. И что мяч в руки брать нельзя. Первый раз мы очень сильно боялись. Потому что мы вообще представления не имели, что такое футбол. А сейчас? А сейчас мы уже достаточно хорошо играем. Нас хорошо тренировали наши учителя. И вот так получилось. Ваши девчонки хорошие вам соперники? Ну, сойдет. Девочки как бы тоже неплохо играют. Они тоже занимаются. Подсказываете вы им? Обязательно. Подсказываем. Правда, иногда нервничают, не слушают. Но как бы футбол – это нервный спорт. Это надо быть все время сосредоточенным. И вот первые результаты кожаного мяча. Команда мальчишек 10-11 лет, 16-й школы, вышла в финал городского этапа. Скоро придется держать марку девочкам. Алина Ганган, Леонид Мостак и Дмитрий Резькович. Отражение. Редактор субтитров А.Семкин